Джерри Армстронг Джерри Армстронг Согласно саентологическому учению, подавляющие личности — это самые злокозненные 2,5% населения земного шара. Подавляющие личности — это те, кто в психологии и психиатрии называются психопатами или социопатами. Саентологи считают, что подавляющие личности неизлечимы. Именно они виноваты во всех несчастьях и болезнях, и вообще во всем зле, которое творится в мире. И Том Круз в своей речи говорит, что он надеется и ждет с нетерпением того дня, когда ни одной подавляющей личности на Земле не останется. На самом деле, саентология не выступает против настоящих преступников, настоящих психопатов и настоящих социопатов. Подавляющие личности — это самые обычные люди, самых разных профессий, которые просто говорят правду о саентологии. Например, я — подавляющая личность. Вы понимаете, что учение о подавляющих личностях уже делает саентологию криминальной организации. Воплощение в жизнь учения о подавляющих личностях, его практическое применение, имеет саентологией свой термин, который может быть переведен на русский язык двояко, как «честная игра» или как «законная добыча». Основатель саентологии Рон Хаббард много писал о подавляющих личностях. А каждое слово Хаббарда, согласно основам саентологии, является священным писанием, соответствующим к нему отношениям. В указаниях Хаббарда есть слова, что любой саентолог, не опасаясь наказания, может лишать собственности подавляющей личности, лгать, унижать, подавать бесконечно в суд и уничтожать физически. В начале 1982 года меня саентологи провозгласили подавляющей личностью. И с тех пор я являюсь объектом честной игры, то есть я являюсь законной добычей для любого саентолога. На меня были физические нападения. Меня однажды сбили машиной. В Южной Калифорнии меня и мою жену во время движения на высокой скорости пытались вытеснить на обочину. То же самое они повторили потом на автобане в Германии. Против меня было развязано шесть судебных процессов. Меня довели до банкротства. Кроме того, сфабриковали уголовные преступления и пытались довести их до суда, чтобы привлечь к уголовной статье. В том числе и в ФБР подавали заявления, и в прокуратуру Лос-Анджелеса, и даже в Екатеринбурге они пытались привлечь меня к ответственности. Учения о подавляющей личности саентологи используют даже для того, чтобы самих своих членов постоянно терроризировать и держать их в постоянном состоянии страха. И, конечно, для того, чтобы запугивать таких людей, как я, которые находятся вне организации. Саентологи создали и распространяют по всему миру громадный массив того, что они называют «черной пропагандой». Это, собственно, методика, тоже разработанная Хаббартом, как уничтожать доброе имя людей, их финансовое благосостояние, их семейные отношения, их жизнь в конечном итоге при помощи черного пиара. Например, если вы только в интернете посмотрите имя Джерри Армстронг, вы найдете там просто очень много черного пиара про меня. Они называют меня уголовником и преступником. И даже здесь, в России, они писали доносы на меня в ФСБ. И они также потребовали, чтобы американское посольство тут, в Москве, меня задержало. Учения о подавляющих личностях, кроме того, используются для того, чтобы оправдать развал семей, которые практикуют саентологию. Если кого-либо признают подавляющей личностью, другие саентологи просто не имеют права с ним общаться. При этом есть одна фракция саентологии, которая все-таки общается с подавляющими личностями, но общается с ними криминальным способом, агрессивно-криминальным способом. Понимаете, саентология находится в состоянии войны. Она сама себя специально держит в постоянном состоянии войны. Но постольку, поскольку все же по закону они не могут напрямую брать оружие, стрелять или использовать бомбы, большинство их нападений на подавляющих личностей, таких как я, это спецоперации. Вообще, одна из первых вещей, которую новый саентолог узнает, это то, что саентология находится в состоянии войны. Это одна из первых вещей, что внушает саентология. И, соответственно, саентологи с самого начала знают, что от них требуется. Требуется, чтобы они нападали и разрушали жизни подавляющих личностей. На мой взгляд, учение о подавляющей личности ничем не оправдано. А ближайшая историческая параллель — это нацистское учение о недочеловеках. То есть, то, как нацисты относились к евреям, это очень похоже на то, как саентология относится и как бы она хотела поступать с подавляющими личностями. Учение о подавляющих личностях оправдывает бесконечную череду аморальных и криминальных действий саентологов. Ведь на самом деле саентология находится под очень серьезным давлением, и все больше людей узнает про эту организацию. Саентология не может остановить поток правдивой информации, которая распространяется относительно ее настоящих, истинных намерений и истинной деятельности. И так же, как возрастает давление на саентологию, так же возрастает и риск для таких людей, как я, которые открыто противостоят саентологии. Но я считаю, что, тем не менее, нет никакого другого выбора. Мы должны говорить, мы должны информировать людей, распространять правдивую информацию. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сюда все пришли, за то, что вы хотите услышать. Я так же надеюсь и молюсь, чтобы вы распространили правдивую информацию о саентологии. А сейчас я хочу поговорить о моей юридической ситуации и почему я приехал в Россию на этот раз. Относительно меня был судебный приговор в Соединенных Штатах, согласно которому я не имею права даже произносить слово саентология. Каким образом удалось получить такое невероятное судебное решение, это очень долгая история. Она включает в себя коррупцию и искажение судебного процесса. Как бы то ни было, мне запрещается произносить слово саентология и говорить хоть что-то о моем 42-летнем теперь уже отношении с этой организацией. Но при этом саентологи считают, и суд с ними согласился, что они могут говорить обо мне все, что они хотят. Неважно, насколько это лживо и насколько это клеветнически, и я не имею права отвечать. Наказание, согласно этому приговору, это 50 тысяч долларов за каждое слово саентология, которое я произношу. Так что у нас сегодня с вами по-настоящему очень дорогая встреча. Я не могу говорить ни об одном директоре ни одной саентологической организации, ни об одном сотруднике, добровольце, юристе саентологическом и так далее и тому подобное. Ни о ком, кто связан с саентологией. Тот же самый запрет относится и к тем организациям, которые напрямую не относятся к саентологии, но как-либо с ней сотрудничают. Такой судебный приговор. Совершенно безумный, но, тем не менее, совершенно реальный. Моя надежда только в том, что мне удастся что-то предпринять против этих судебных приговоров и объяснить мою ситуацию, в том числе в России, которая сейчас пытается противиться саентологам. В той степени, в которой это возможно. У меня будет встреча в Министерстве юстиции Российской Федерации. Я попытаюсь рассказать им о своей ситуации, тем самым оказать ту помощь, которую можно из этой безумной юридической коллизии извлечь. Хорошо. Теперь несколько слов о моей биографии, моей истории. Я был вовлечен в саентологию в 69-м году в городе Ванкувер в Канаде. Собственно, меня вовлекли более-менее так же, как других вовлекают саентологию. Мне обещали, что у меня сильно возрастет мой интеллект, то есть вырастет очень сильно IQ. Как видите, во всяком случае, я приобрел достаточно разума, чтобы в итоге оттуда сбежать. В 71-м году я вступил в то, что называется морской организацией. Это как бы элитный орден внутри саентологии. Меня послали на корабль, на котором, собственно, жил тогда Хаббард. Корабль называется Аполлон. В то время мы были в Марокко. Мы ходили вниз и вверх вдоль Марокканского берега, а также в Португалию, Испанию и небольшие Атлантические острова, Канарский, остров Мадейра. Моя первая работа — мыть посуду. Затем я стал кладовщиком. Потом я стал корабельным водителем. Там была небольшая машина на борту, и вот я ее водил. А начиная с 72-го года я стал начальником юридического отдела на судне. Я был ответственен за контакты с таможней, с миграционными службами, с полицией. Потом я сделался ответственным за пиар, а чуть позже я возглавил разведку, контрразведку на судне. В то время, поскольку в Европе начались проблемы с саентологией, судно пересекло Атлантический океан, и в течение года мы ходили по Карибским островам. В течение большинства этих лет Хаббард жил на борту. В 75-м году саентологи вышли на берег в Калифорнии. В то время я был близок к Хаббарду и занимался всеми его связями с внешним миром. Наконец, меня послали на миссию, на специальное задание из Флориды в Лос-Анджелес, чтобы там основать саентологическую базу. Но, к несчастью, я поспорил с секретарем, тогдашней женой Хаббарда, уже третьей его женой Мелиссы. Потому сначала, по приказу Хаббарда, я попал в одиночное заключение. А потом был осужден отбывать наказание в саентологической тюремной системе. Там это называется отряд традиционных проектов. Само существование перевоспитательных лагерей, таких как отряд традиционных проектов, уже достаточная причина для того, чтобы каждая страна предупреждала своих граждан об опасности саентологии. В тот раз я провел в отряде традиционных проектов 17 месяцев. После этого наказания меня опять перевели в Калифорнию. Я с Хаббартом вместе работал, снимал с ним фильмы. И вновь получил срок в отделе традиционных проектов, потому что ему показалось, что я шутил. Ему показалось, что я шутил над тем, как он снимает фильмы. В саентологии смеяться не над тем считалось преступлением. В этот раз я провел 8 месяцев в отряде традиционных проектов. И когда я вышел, меня назначили работать в ближайшем окружении Хаббарда, на новой саентологической базе, которая размещалась в Калифорнии. В начале 80-го года была угроза, что полиция проведет обыск вот в том месте, и я прекрасно понимал, что это значит. Потому что в 77-м году ФБР уже проводила обыски в саентологических штаб-квартирах, и 11 руководителей саентологической разведки, включая жену Хаббарда Мелиссу, были осуждены на тюремное заключение. Так что над нашим штабом висело ожидание опасности, ожидание того, что полиция или другие правоохранительные органы проведут обыск и начнут действовать против саентологии. Пришел приказ уничтожить все бумаги, касающиеся того, что Хаббард когда-либо был в этом месте, когда-либо жил или собирался когда-либо жить здесь. Мы переворачивали все, чтобы найти документы, которые могли как-либо нанести вред Хаббарду, и один из моих подчиненных обнаружил коробку с очень старыми документами, касающимися Хаббарда. Мне принесли. Я посмотрел и сказал, что их нельзя уничтожать, потому что они представляют великую историческую ценность. Потом мы нашли еще около 20 коробок с различными бумагами Хаббарда. Тогда я подал прошение Хаббарду о создании архива личных документов и написании новой, авторизированной версии его биографии. Как ни странно, но Хаббард позволил мне это сделать. После чего я два года провел, собирая архив. Мы наняли писателя, предоставили ему документы, чтобы он написал замечательную новую биографию. Звали писателя Амар Гаррисон. И в ходе наших исследований, изучения личных документов Хаббарда, я фактически, я сам себя депрограммировал. И я увидел, и документированно это можно подтвердить, что он врал. Врал относительно буквально каждого аспекта своей жизни. Например, он заявлял, что является инженером и ядерным физиком. Что во время боевых действий он был искалечен и потерял зрение во время Второй мировой войны. Он неоднократно заявлял, что был награжден 37 военными наградами, в том числе и двумя медалями «Пурпурное сердце» за ранение во время совершения геройских поступков. Но он лгал. Он не был инженером. Он не был ядерным физиком. Его выгнали со второго курса университета. Относительно медалей. Он получил лишь четыре медали за выслугу лет. Он не был искалечен. Он не терял зрение. Он никогда не получал боевых ранений, поскольку, собственно, не было боевых действий. На самом деле, он просто уклонялся от участия в боевых действиях. Он лгал относительно своей семьи, относительно своих жен. Он лгал относительно своих исследований и путешествий, которые он совершал. Тогда, когда я увидел, что Хаббард был патологическим лжецом, собственно, вся саентология для меня отпала. И я тогда вынужден был признать тот факт, что саентология просто не работает. Как я уже вам сказал, мой IQ ни на пункт не повысился. Я не получил ни одной из обещанных мне сверхвозможностей и сверхспособностей. И я тогда должен был признать тот факт, что я потратил впустую 12,5 лет моей жизни. И я также должен был признать для себя и согласиться с тем, что теперь, с этого вот момента, эта агрессивная организация всей своей мощью обернется против меня. Так что я специально подготовился к побегу. И мне удалось сбежать. Если бы я не бежал, то, конечно, меня бы опять заперли бы. И поскольку я очень много знал, и поскольку я был категорически против саентологии из-за того, что я узнал, меня бы, конечно, живым оттуда не выпустили. Но мне удалось все-таки бежать. И, как я и ожидал, саентология сделала меня мишенью. Вплоть до сегодняшнего дня они считают меня главным врагом.